Ремонтировать кровлю на здании первого лицея начали еще летом, но на все проплешины денег тогда не хватило. Теперь, благодаря дополнительному финансированию из бюджета города, на крыше перекроют все оставшиеся проблемные участки. Объем работ уже виден. На данной части результат летней кровли. Собственно, так же будет выглядеть и остальная часть крыши по завершению. До ремонта в некоторых классах иногда капало с потолка были подтеки на штукатурки. Сейчас их устранили и теперь бояться нечего. Проблемные места видны лишь в коридорах. Именно над ними сейчас и идут работы. Заниматься ремонтом, когда в школе дети, нельзя, поэтому первый лицей перешел на дистанционное обучение. Выделено нам дополнительное финансирование. Летом часть кровли сделали. Сейчас есть с экономией денежных средств в городском бюджете. Выделены дополнительные деньги на восстановление кровли, чтобы в дальнейшем кровли не привела в негодность кабинеты. Процент изношенности кровли образовательных учреждений в Канске высокий. Власти о проблеме знают и пытаются ее решить за счет дополнительного финансирования. 44-й садик стал 2 миллиона 400 тысяч, 18-я школа около 3 миллионов, 20-я школа около миллиона и лицея 1 миллион 600. Вот такие цифры у нас. В общем, для городского бюджета это очень немалые деньги. В управлении образования говорят, что это не единственное образовательное учреждение с подобными проблемами. Есть и с еще более острыми, которыми также планируют заняться.